Здравствуйте, я наконец-то прошла все круги ада, чтобы попасть к гейту, потому что сегодня в аэропорту невероятное просто количество людей. Все летят в какие-то теплые страны. Я лечу отдыхать от жары в Амстердам. Только что очень забавный мальчик на границе сказал, что я совершенно не похожа на себя фотографией в паспорте. У Маскина вышла новая туалетная вода, которая в такой бутылочке очень оригинальной. Я наконец-то их понюхала. В Киеве их нигде не было. Я думаю, на обратном пути их себе купить. Мне так нравится эта задумка с бутылочкой. И я даже была уверена, что они мне понравятся, как они пахнут. И они действительно мне понравились очень чревые. Я, кстати, лечу украинскими авиалиниями и надеюсь, что выживу. Мы прилетели в Амстердам. Смотрите, что тут. Курица! Если вы вдруг думаете, что у меня за спиной, то это мужской туалет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сели отдохнуть. Я вам не показала, с кем я в Амстердаме. Мы пришли днём в квартал красных фонарей. И увидели всего лишь две тёлочки. И поэтому, потому что, собственно, никого нет днём, тут можно снимать. Обычно нельзя снимать. Вообще, конечно, Амстердам это пока что город многих удивлений. Очень странные вещи тут есть. Мы пошопились. В лифте есть стул. Яна сидит на стуле. Ну всё, пока. Доброе утро. Так здорово на улице. Такое солнышко. И температура не 35, как в Киеве. Мы пришли кушать вкусненькие печеньки. И тут очередь. Наверное, правда вкусненькие. Мы сидим, ждём печеньки. Я не хочу с тобой. Я хочу сображать тебе. Мы купили себе печеньки, которые называются Фанштапеле. С белым шоколадом. Шоколадные печеньки с белым шоколадом. Очень вкусные. И жирные. Краш для таких, как я. Мы пришли кушать пиццу. И тут будет с трёх часов акция, где будут устрицы по евро пятьдесят. А я никогда не кушала устрицы. Очень хочу попробовать устрицы. Надеюсь, я смогу их есть после пиццы. В заведении живёт кот. Я не люблю котов. Я буду кушать свою первую устрицу. Очень боюсь. Я как-то не очень покорена. Выглядит красиво просто. Я не уверена, если я буду когда-нибудь в ближайшие пять лет. Есть тут устрицы снова. Мы пришли в музей Ван Гога, а тут ничего нельзя. Снимать нельзя. Сумки с собой брать тоже нельзя. Ничего нельзя. Поэтому я, наверное, ничего не сниму. Мне не понравилось. Я смотрела в окошко на людей, которые летят на зелёном газоне на улице и завидовала им. Передаю привет Тине, которая посоветовала мне прийти в этот музей. Тина мне не понравилась. Хватит нам музеев на сегодня. Сейчас Яна поведёт нас в хипстерскую кофейню. Да, но только это будет настоящая кофейня, а не как кофешопы в Амстердаме. В кофешопах нет кофе. Надеюсь, в этой кофейне будет кофе. А не марихуана. Амстерская кофейня. А теперь мы идём. Знаете, куда? В гей-бар. Всю жизнь хотелось ходить в гей-бар. Андрей, ты? Куда мы идём? В гей-бар. Гей-клуб закрыт. Такого поворота событий мы не ожидали. А ещё в Амстердаме очень странные входы в дома, как, например, вот этот, где нужно спуститься по ступенькам сначала в подвал, а потом там будет дверь. А вверху на домах есть крючки. Я надеюсь, вам видно это. Яна рассказала нам, что эти крючки нужны для того, чтобы, если кто-то хочет в квартиру занести габаритную мебель, её поднимают по тросам по этим крючкам. Потому что внутри очень узкие проходы, очень узкие лестницы, и занести внутрь через дверь очень сложно. Смотрите, как страшно в подъезде. Смотрите, а такого нет в Украине. Baby Balmant Blush. Скоро будет. Спойлерю. Купила светухи! Я так и хотела за 37 евро. 50 миллилитров. Мы пришли на рынок цветов, чтобы купить саженцы тирпаном. Продолжение следует. Мы проводили Андреев аэропорт и пришли в супермаркет Боже, такая растрёпанная она видела В прошлый раз всем понравился мой холл продуктов в Дублине Так что я сниму новый холл продуктов в Нидерландах Я тут понабирала вафелек амстердамских И какой-то мужик увидел нашу корзинку и сказал, что у нас, наверное, куки парти намечаются Тут такая фишка в магазинах Читая всегда спрашивают, нужен ли тебе чек или нет И я говорю нет И поэтому я купила кучу всяких вещей Но я очень приблизительно помню, сколько одна из них стоит Но я всё равно покажу, что я купила Десяток яиц сколько стоит? Не помню, один с чем Да, около евро десяток яиц Мне кажется, в Украине сейчас так же яйца стоят примерно Сколько стоит? 1,99 1,99, ну это большая упаковка, 500 грамм Вот, да, очень вкусные вафли У них прослойка внутри Типа карамельная, тут медовая Покажу себе сувениры с каких угодно стран Это манго, потому что у нас в Украине ничего другого и невкусное Один раз, наверное, покупала в Украине манго, который был вкусный Вот, упаковка манго, вот этих вот ready to enjoy 3 евро Вот, 4 шоколадки за 3 евро, наверное Надеюсь, так и было Старый сыр, который я привезу Мы же покупали сегодня сыр именно в сырном магазине И такой классный, за 10 евро Этот стоил 4,47, надеюсь, тоже будет вкусно Ну все Закончилось мое прибывание в городе Амстердам И Яна провожает меня в аэропорт Смотрите, я на 4 дня ехала в Амстердам У меня полная сумка еды Если что Я тут стою в очереди в аэропорту И тут нужно самому чекинить багаж Никогда такого раньше не делала сама Это было сложно Я надеюсь, мой багаж не потеряется Потому что я прицепила эту клейкую ленту Как дебил Все хорошо в инструкции Но как ее клеить Очень неудобно клеить было Иду теперь на всякие контроли Не знаю, буду ли я что-то еще снимать Мне кажется, уже все исчерпывающее Мое путешествие На следующие выходные я лечу в Дублин И, наверное, увидимся уже там Всем пока! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok